Всем привет, друзья! С вами Андрей Хорев, это канал Футбол, это жизнь. Итак, начинается у нас четвертый сезон футболистов через 5 лет. Итак, вы в группе наших контактов, кстати, подписывайтесь, ссылка есть в описании, выбрали, что четвертый сезон должен быть за немцев. Также вы выбирали между игроками, каждой позиции я выписывал по 2, и вот между игроками вы на позицию вратаря выбрали именно Бернт Лену. Итак, я к вам прислушиваюсь, и в сегодняшнем выпуске у нас голкипер. На данный момент лондонского арсенала, но у нас он будет в Байере, мы посмотрим, может быть, по-другому сложится у него карьера. Так что, давайте приступать. Закончится первый сезон за Лена, Байер занял третью строчку, чемпионом стала Бавария. Куба Германии выиграл Шальке, обыграв Герту со счетом 1-0. Лигу чемпиона выиграла Барселона, обыграв Манчестер Юнайтед со счетом 2-1. Лигу Европы выиграл Хофенхайм, обыграв Ливерпуль со счетом 2-1. На чемпионат мира 2018 года сборная Германии квалифицировалась со второй строчки. Итак, закончится второй сезон за Лена, Байер занял восьмую строчку, чемпионом стал Бавария. И, кстати, на чемпионате мира сборная Германии вылетела в 1-8 от сборной Голландии. Куба Германии взял Вольфбург, обыграв Хофенхайм со счетом 3-1. Байер вылетел в четверть финале от Хофенхайма со счетом 2-1. Суперкубок Европы выиграла Барселона, обыграв Хофенхайм со счетом 4-1. Лигу чемпионов выиграл Тоттенхэм, обыграв Манчестер Сити со счетом 2-1. Лигу Европы выиграл Латсу, обыграв Манчестер Иннекс с счетом 1-0. Байер вылетел в 1-16 от Уэстхэма. Закончился третий сезон за Леной и Бавария, в которую перешел Леной летом, стала чемпионом Германии. А Байер занял 12-ю строчку. Куба Германии выиграл Франкфурт, обыграв Баруси Тортман по пенальсу с счетом 4-3. Бавария вылезела в 1-8 от Майнца со счетом 2-1. Суперкубок Германии выиграл Вольфбург, обыграв Баварию со счетом 2-0. Суперкубок Европы выиграл Тоттенхэм, обыграв Латсу со счетом 2-0. Лигу чемпионов выиграл Манчестер Юнайтед, обыграв Монако со счетом 2-1. Бавария вылетела в четвертьфинале от Атлетика со счетом 3-1. Лигу Европы выиграл ПСЖ, обыграв Ливерпуль со счетом 2-0. На чемпионат Европы 2020 года сборная Германии коалифицировалась с первой строчки. Закончился четвертый сезон за Леной и Бавария стала чемпионом Германии. Байер занял девятую строчку. Кубок Германии выиграла Бавария, обыграв Хофенхэм по пенальти со счетом 4-3. Суперкубок Германии выиграла Бавария, обыграв Франкфурт со счетом 1-0. Суперкубок Европы выиграл Манчестер Юнайтед, обыграв ПСЖ со счетом 4-1. Лигу чемпионов выиграла Атлетика Мадрид, обыграв Тоттенхэм со счетом 1-0. Бавария вылетела в 1-8 от Милана со счетом 4-2. Лигу Европы выиграл Вильерриал, обыграв Ленит по пенальти со счетом 5-4. Закончился последний пятый сезон за Лена, Пассажин занял вторую тройку, чемпионом стал Леон. Суперкубок Франции выиграл Монако, обыграв Пассажин со счетом 2-0. Кубок Франции выиграл Ницца, обыграв Монако со счетом 2-1. Пассажир вылетели в четвертьфинале от Ниццы со счетом 1-0. Кубок Лиги Франции выиграла тоже Ницца, обыграв Мампеле со счетом 2-0. И также Пассажир вылетел от Ниццы в полуфинале со счетом 2-1. Суперкубок Европы выиграл Атлетико Мадрид, обыграв Вилериал со счетом 3-0. Лигу чемпионов выиграл Тоттенхэм, обыграв Манчестер Сити по пенальти со счетом 4-3. Пассажир вылетел в 1-8 от Манчестер-Сити со счетом 4-2. Лигу Европы выиграл Вольфбург, обыграв Эвертон по пенальти со счетом 5-4. На чемпионат мира 2022 года сборная Германии квалифицировалась с первой строчки. В чемпионате Германии Бавария заняла первую строчку, а Байер занял четвертую. На чемпионате мира в группе G Германия вышла в плейл вместе со сборной Камеруна. В 1-8 разгромили Польшу со счетом 3-0. Все в финале минимально обыграли Берегисты со счетом 2-1. Также 2-1 обыграли испанцев в полуфинале и также обыграли сборную Англии в финале. Сборная Германии стала чемпионом мира. Ну что ж, друзья, большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и на группу ВКонтакте, ссылка в описании. Там будет много интересных новостей по поводу следующих сезонов футболистов через 5 лет. И не только. Там будут разные новости по поводу нашего канала и будущих роликов. И также там вы можете принимать участие в продвижении нашего канала. Именно вы решаете, какие рубрики нужно выпускать, какие нет. Ну что ж, с вами был Андрей Хорев и канал Футбол Это Жизнь. До новых встреч, друзья. До свидания.